Всем привет, это канал Хочу Жить. Кто не горит и не пьет, кто здоровенький не помрет. Давайте об этом поговорим. Сколько раз я слышал эту фразу, будучи сам в алкогольной зависимости, и от своих друзей тоже, которые были в зависимости. Я очень часто слышал эту фразу. Эта фраза, по сути, мы прикрывали свою зависимость. Эта фраза должна звучать так. У меня сильнейшая алкогольная зависимость. Я не могу с ней ничего поделать и не хочу, в принципе. Поэтому я ее буду прикрывать, и мне как бы станет полегче. Отсюда и выпывают всякие стереотипы, там, типа женского алкоголизма, типа пикнового алкоголизма. Будто бы женский алкоголизм не излечим, а мужской что, блин, излечим, что ли? Алкоголизм, он один. Ни мужского, ни женского, нет. Просто женщина более высокопримативна, и ей сложнее справиться с алкогольной зависимостью. А так, зависимость, она одна. Алкоголь подавляет волю, подавляет желание что-то делать, что-то менять в своей жизни. Как-то бороться с зависимостью, проходить лечение от алкогольной зависимости. Хотя алкоголизм не излечим, но он может перейти в стадию ремиссии. Как, допустим, вот у меня и у многих, кто не употребляет алкоголь, и алкоголизм переходит в стадию ремиссии. Если не разновидеть употребление, то зависимость алкогольная может никогда не проснуться более. То есть человек спокойно проживет жизнь. У многих к 40 годам уже много хронических болезней. Это гепатит, диабет 2, цирроз печени, это гастрит, это язва желудка, это гипертония. Бывают инсульты, у кого-то бывают инфаркты. Проблемы с обменом веществ, ожирение. У мужчин у многих импотенция. Все эти проблемы, все эти заболевания от алкоголя, да, конечно, не только от алкоголя, еще и продукты питания, но опять же, это люди сами выбирают, что едят они. Едят всякую гадость и сами эти заболевания себе приносят. Люди пьют алкоголь, чтобы получить иллюзию удовольствия. Это не настоящее удовольствие, это лишь иллюзия того, что вы получаете удовольствие. Хочу сейчас немножко рассказать историю совопадившего племянника. У него всегда было поникшее настроение, всегда грустно, всегда как ни спросишь, как у тебя дела-то. Он говорит, да не очень, ну нормально, но пойдет. То есть никогда не было, чтобы он сказал хорошо или отлично. Всегда было что-то, какие-то проблемы. Да вот у меня проблемы, вот у меня проблемы. Жизнь дерьмо, все плохо. Никогда не было ничего хорошо. И лишь когда он выпивал, у него мгновенно поднималось настроение. Он становился более разговорчивым, более общительным, приветливым, со всеми шутил. Все у него было отлично, все хорошо. Так было всегда, когда он выпьет или потребит какой-то легкий наркотик. А потом, когда кайф проходил, когда эта иллюзия удовольствия проходила, он возвращался в свое прежнее положение. Опять грустный, понише, опять настроение падало. И все было как к обычному. А я вот могу получать удовольствие, допустим, от той же музыки. Вот в юности я получал удовольствие от музыки. Мне нравился скутер группа. И нравилась их песня «Хамача за фиш», «Почем рыба». Но это сейчас она уже древняя. Хотя и сейчас она мне более-менее нравится мелодия. А раньше я от нее прям тащился. И вот как-то раз я, когда занимался каратэ, мы поехали на балансные соревнования. Ну, куда-то по области, я не помню, в какой город точно. И вот я взял с собой в дорогу плеер. Вот я вставил наушники и всю дорогу тащился от этой песни, от этой музыки. И вот сейчас у меня такое же вот есть. Только не скутеры я слушаю, а что-нибудь там ICD, Симитали, Курамштайн. Я вставлю наушники в уши или одену на уши. И все, у меня, закрываю глаза, у меня мозг как будто бы танцует. Он там как будто бы, я не знаю, устраивает дискотеку. Понеслась и пляшет. Вот такое ощущение у меня, будто бы мозги трясутся. Вот это я называю удовольствие. Также получаю удовольствие от тренировки. Вот когда у меня день, когда я качаю бицепс, ну, есть там, это тренировочные дни различные. И там качаю грудь, спину, разные дни, все это. И когда вот у меня падают дни, когда я качаю бицепс, а бицепс это любимое упражнение, качать бицепс. И вот когда этот день, это прям я вообще тащусь. Мне очень нравится его качать. Другие, конечно, тоже упражнения. Ну, у каждого, я думаю, есть, у каждого, кто тренируется, есть любимое упражнение. Вот у меня на бицепсе. И вот когда у меня этот день, я просто в восторге. Я ставлю в подсказке ролик, как трезвый с возвращением в детство. То есть, когда человек трезвый, когда он бросает алкоголь, когда он находит хобби, находит, чем занять свой мозг, он возвращается, как будто в детство. И все эти иллюзии, все это остается в прошлом. Он начинает получать реальное удовольствие от реальных вещей, а не как от алкоголя, в изорное удовольствие. Алкоголь это жизнь в иллюзии. Это был канал Хочу Жить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok